это касается вообще всех видов отношений ну допустим у вас есть начальник надо его вытерпеть сначала начальника надо вытерпеть сначала надо быть самодостаточным рядом с ним есть два варианта если вы его ненавидите потому что видите что он вас эксплуатирует сильно как бы вас взялся за вас это только потому что вы не самодостаточным если вы беретесь как бы спокойно относиться федор петрович но я же уже моя работа закончилась давайте я завтра все сделаю нет сегодня сейчас там туда все федор петрович я видите я стараюсь работать я хочу чтобы у вас было все нормально он знает что это так вы вкладываете вы трудитесь правильно мне надо очень сильно пойти пораньше пожалуйста несколько раз вот так обломали он уже не будет на вас рассчитывать чтобы как бы вас эксплуатировать не то что человек всегда должен пораньше с работы уходить иногда можно и помочь я сейчас говорю о настроении если он хочет из тебя соки выжимать это же чувствуется так и ты просто по-доброму им показываешь что я не завишу от тебя хочешь уволь не хочешь не увольняй но я буду трудиться хорошо над на благо этого предприятия но унижаться я не буду потому что для меня дороже чувство собственного достоинства дороже всего я не хочу быть несчастным человеком хочу быть счастливым это естественно поэтому я готов трудиться на тебя но при этом я не буду унижаться теперь смотрите интересно знать что человек который реально служит заботиться помогает и он вызывает благодарность сердце начальника такого человека очень трудно эксплуатировать а если человек и начинает эксплуатировать того кого благодарность сердце тот может легко очень по-доброму поставить на место сказать педор петрович меня не надо так со мной я готов сам вот все делать но если вы ну как бы уже вот такие отношения со мной хотите строить то я не смогу по-доброму так ему объяснили он еще подумает подумает и потом уже будет вас уважать уважительно а потом еще вас повышать будет по службе потому что тех кого юзают никогда не повышают на службе они просто как пешки пешка ферзей становится что если она сама как бы идет ферзей понимаете она должна стать сильной тогда пешкой вот это и пройти все поле а лучше и быть не пешкой хотя бы конем или ферзей или тура это ну какой-то более серьезной фигурой надо быть в своем сердце чтобы к тебе также относились поэтому устроились куда-то на работу есть начальник два варианта первый вариант начальник слабый вы начинаете наглеть это значит он вас выгонит не вытерпит и выгонит второй вариант начальник директивный очень сильно это тоже вид слабости чрезмерная сила этот вид страха и страха человек так действует на самом деле просто по-доброму ему говорите я сам буду как бы я сам я стараюсь все хорошо спасибо вам большое и учите учите пытайтесь установить правильные отношения и вы увидите как он сам выберет или он вам скажет если ты и прыгаешь на передо мной на задних лапках на не будешь у нас работать знайте что если он так сказал значит на этом месте ничего благоприятного не будет лучше уйти из этого места чем подчиниться этому желанию а если он просто из-за не из-за незнания просто вас пытается эксплуатировать но вы не эксплуатируетесь и он как бы принимает эту вашу позицию то значит все нормально каждый руководитель имеет склонность эксплуатировать и унижаться вот допустим если вы будете видеть себя достойно есть вероятность что он так смягчится перед вами что станет унижаться и тогда тоже здесь опять же такая же система надо ему сказать василий петрович вы же старший почему вы как бы проявляете такую слабость вы старшие мы младшие я вас уважаю понимаете да очень важно или допустим вы с ним поехали вместе я знаю одну историю один человек решил со старшим поиграть в хоккей вместе ну и бортанул его там так это же игра хоккей серьезная но бортанул от того посадили его сразу посадили за другой не за то что он бортанул нашли сразу приехали к нему проверяющие нашли как бы причину и посадили его в тюрьму но он не того бортанул это был сильно влиятельный человек ну то есть если ты с таким человеком решил в хоккей поиграть это уже неблагоприятно допустим если ты решил поиграться со змеей с ядовитой это нормально она тебе предложила давай поиграемся догонялки соглашаться или нет за змеей ядовитой смертельный укус догонялки соглашаться но если вы ее догнали как бы ничего страшного правда если она вас тогда тогда смерть ну просто я об этом говорю о дистанции и сейчас об этом говорю тут уже терпи не терпи понимаете то есть не надо было соглашаться в хоккей играть с человеком который такое влияние имеет что он может кого хочешь посадить но зачем с ним играть в хоккей это же такая игра серьезно там протонуть придется и там и еще чё-нибудь и нос расквасить человек может все что угодно можно